Заметки электрика В общем встает вопрос, а можно ли как-то проверить свой счетчик электрической энергии, не прибегая к специалистам и без применения каких-либо специальных приборов. Отвечаю вам, что можно и в данном видео я вам покажу, как простым и элементарным способом, без сложных схем и каких-либо специальных и дорогостоящих приборов, проверить свой счетчик абсолютно в домашних условиях. Для наглядности я покажу вам несколько примеров, в том числе и с трехфазным счетчиком. Ну вот у меня первый пример, это счетчик прямого включения, трехфазный на 50 Ампер ST561. Что в первую очередь нужно сделать? Для начала необходимо отключить всю нагрузку от счетчика. Сделать это можно путем отключения автоматических выключателей в щитке, либо отключения всех потребителей из розеток. Ну только будьте внимательны, отключайте абсолютно все, чтобы не осталось у вас никаких там дополнительных неучтенных нагрузок. Затем нам нужно на клеммы счетчика, то есть на выходные клеммы счетчика, подключить любую имеющуюся активную нагрузку. Это обязательное условие. В качестве активной нагрузки вполне может послужить всем известная лампа накаливания. Также вы можете использовать какой-нибудь электрический нагреватель или ТЭН с известной мощностью. Ну проще всего воспользоваться именно лампой накаливания. Ее проще всего найти, да и гораздо удобнее и проще подключать. Я воспользуюсь лампой накаливания мощностью 95 Вт. Вот она у меня. Ну а для наглядности использую еще и вторую лампу мощностью 60 Вт. Вам не обязательно применять в своих проверках лампы именно таких же мощностей. Можете взять лампу хоть 75 Вт, хоть 150 Вт, хоть 200 Вт, да хоть все 500 Вт. То есть какая лампа у вас будет при себе в наличии, ту и можно будет использовать при соответствующем расчете. Сейчас я об этом расскажу. В общем я включил лампу мощностью 60 Вт в патрон и сделал из него два вывода для удобства подключения. В данном случае я лампу подключил непосредственно к счетчику. То есть это у меня, напомню, трехфазный счетчик прямого включения. В данном случае счетчик подключен на одну фазу, вот А и 0. Соответственно и лампу я подключил на 0, у них общая клемма здесь, и на выход фазы А, то есть это третья клемма. Если у вас крышка клеммника опломбирована и некуда подключить выводы лампы, то вы можете это сделать на любом ближайшем автомате после счетчика, подключив, например, один вывод на автомат, а второй на нулевую шину в щитке. В крайнем случае лампу можно подключить не к счетчику и не в щиток, а, например, также в любую из розеток, которые у вас используются. Просто оставьте включенный соответствующий автомат в щите, чтобы было напряжение в той или иной розетке. Затем нам нужно узнать передаточное число нашего счетчика. Передаточное число – это количество импульсов электронного счетчика или число оборотов диска индукционного счетчика за 1 час при нагрузке 1 кВт. Передаточное число обозначается обозначением импульс на кВт-час, как в данном случае. Может быть здесь стоять русская аббревиатура, может стоять зарубежная, как в данном случае, либо может стоять у индукционных счетчиков обозначение, а прям пишут оборотов, дробь 1 кВт-час. Данное число вы всегда увидите на лицевой стороне абсолютно любого счетчика. В данном случае передаточное число составляет 800 импульсов кВт-час. Что это значит? То есть за 1 час при нагрузке 1 кВт светодиод данного счетчика должен моргнуть 800 раз. Ну и естественно, что ждать целый час нецелесообразно, поэтому произведем расчет к 1 минуте. Путем разделения 800 импульсов на 60 получим, что за 1 минуту при нагрузке 1 кВт светодиод счетчика должен моргнуть 13,33 раза. Но это мы рассчитали для мощности 1 кВт. Но мы же не будем к счетчику подключать нагрузку 1 кВт. Ну вы конечно можете, если прям найдете такое ровное значение. В данном случае я буду подключать лампу 60 Вт. Поэтому данное число 13,33 нам нужно умножить на 60 Вт. А значит данное число 13,33 нам необходимо умножить на 0,06. Откуда взялась цифра 0,06? Это 60 Вт переведенное в обозначение в кВт. То есть 60 Вт это 0,06 кВт. Мы умножили на 13,33 и получили значение 0,79. Ну округляем примерно 0,8. В итоге получаем, что за 1 минуту при нагрузке 60 Вт, наша лампочка, да, светодиод у счетчика должен моргнуть 0,8 раз. Ну конечно не совсем получилось удобное число 0,8. То есть конечно же в данном примере лучше взять более мощную нагрузку. Не 60 Вт, а например если взять лампу 75 Вт, то как раз получится, что светодиод должен моргнуть 1 раз за 1 минуту. Так вот ровненько получится. Если взять более большую мощность, будет за 1 минуту несколько морганий, что удобнее отслеживать. У нас же получилось 0,8. Если мы допустим посчитаем за 5 минут, за 1 минуту 0,8, а за 5 минут соответственно счетчик должен моргнуть 4 раза. Итак, приготовил я секундомер, приготовил я лампу, то есть да, как я показывал, лампа у нас уже подключена. И в общем одновременно включаю сеть и включаю секундомер. Все, время пошло. И наблюдаем за нашим вот этим светодиодом. Ну тут, как видите, я подключил на фазу, а соответственно горит индикатор данного счетчика L1. Но нас интересует непосредственно вот этот индикатор. Вот подходит уже минута у нас. Сейчас где-то в 15 секунд, может быть плюс-минус там, должен моргнуть индикатор. Оп! 1,07. Оп! 2,14. То есть 1,07. 2,14. Ровненько по 1,07 идет. Оп! 3,21. Ну ровненько идет, ровненько. Оп! 4,28. В принципе вот за 5 минут счетчик у нас моргнул 4 раза. Вот таким вот образом происходит проверка счетчика. Здесь вот, конечно, лампа 60 ватт, это маленькая нагрузка. Давайте я сейчас покажу на этом же примере, только с лампой 95 ватт. А также 800 делим на 60, получаем 13,33. 13,33 умножаем на 0,09. Получаем 1,26 раз. То есть за 1 минуту при нагрузке 95 ватт данный светодиод должен моргнуть 1,26 раза. Можно посчитать, допустим, за 4 минуты. То есть за 4 минуты светодиод должен моргнуть 5 раз. То есть 1,26 умножить на 4 получится 5 раз там с небольшими совсем копейками. Вот таким образом сейчас можно и проверить. Ну в общем время у нас пошло. Оп! Ну 50 секунд, да, где-то получилось. Оп! Минута 41. Оп! 2,32. Оп! 3,23. Как я уже говорил, за 4 минуты счетчик должен моргнуть 5 раз. Вот у нас прошло 4 минуты и ждем последнее. Оп! 4,14. В принципе, по этим двум замерам видно, что счетчик работает без отклонений, без существенных отклонений, без погрешностей таких больших. Ну а далее у трехфазного счетчика аналогичным образом проверяются и два других элемента. Элемент фазы B и элемент фазы C. То есть лампа подключается уже на выход фазы B и в дальнейшем на выход фазы C. Ну как я уже говорил, пример с трехфазным счетчиком и передаточным числом 800 не совсем удачный, потому что получается маленькое количество импульсов. А теперь я вам покажу еще два примера, где за минуту будет гораздо больше импульсов. Это однофазный счетчик Granite 1. Передаточное число 6400 импульсов на киловатт-час. Делаем все по аналогии. Делим сначала на 60, получаем 106,66. И подключил я лампу на 95 ватт. То есть нужно умножить 106,66 на 0,095. Получилось 10,13. То есть за одну минуту при нагрузке 95 ватт счетчик должен издать 10 импульсов. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. По этому счетчику можно сказать, что он работает без нареканий. Положенное необходимое количество импульсов уложилось у нас в нашу минуту. Так, ну еще один пример. Это у нас счетчик энергомера SE102. Однофазный. Также вот все подключил питание. И в качестве нагрузки у нас используется лампа мощностью 95 ватт. А здесь передаточное число, вот оно у нас, составляет 3200 импульсов в киловатт-час. Так, 3200 делим на 60. Получаем 53,33. И умножаем на нашу нагрузку. На 0,095. Получаем 5,06. То есть за одну минуту при нагрузке в виде лампы мощностью 95. Еще чуть-чуть должен моргнуть пять раз. Включаю. Время пошло. Раз. Два. Три. В принципе, все, вот. Минута уже прошла. Четыре. Пять. Минута 42. А вот с этим счетчиком явно что-то не так. За одну минуту он должен был моргнуть пять раз, а моргнул три раза. Пять морганий у него было уже за минуту 42. То есть примерно недоучет по этому счетчику составляет 40-50 процентов примерно. То есть к нему уже стоит присмотреться. Явно с ним что-то не так. Явно он работает неправильно, считает некорректно. Я бы его отнес на поверку. Кстати, заметили, что здесь система морганий несколько другая. Если у предыдущих счетчиков были вспышки, то здесь, наоборот, как бы постоянно горит светодиод, а в самом моргане фиксируется по его погашению. Ну, как видите, ничего сложного нет. Данный способ является очень простым, но эффективным. Ну, не забывайте, что эта проверка, это все приблизительно. То есть на большие отклонения счетчика, показания в счетчиках. Если при данной проверке у вас возникли какие-то сомнения, что счетчик делает там много морганий, или наоборот, мало морганий не укладывается в заявленный временной промежуток, то есть какие-то есть подозрения по показаниям, то стоит его снять и воспользоваться уже непосредственно поверкой. Не проверкой, а поверкой. То есть сдать счетчик в специальную организацию. Ну, самое распространенное, это у нас поверка проводится в Ростесте. Они принимают приборы на поверку. Также есть много и уже частных компаний, которые занимаются поверкой счетчиков. Не тяните, то есть если есть какие-то подозрения, сдавайте счетчик на поверку, и вам уже окончательно скажут вердикт. Работает в данный счетчик именно в классе точности, как в данном случае класс единичка, или не в классе точности. Я же в данном примере показал вам приблизительную проверку счетчиков на какие-то серьезные и существенные отклонения. То есть не путайте это, пожалуйста. Если у вас есть какие-то вопросы, вам что-то непонятно, куда подключить, как посчитать, пишите, задавайте свои вопросы в комментариях, я обязательно вам отвечу. Ну, а кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, а обязательно подписывайтесь на канал. Впереди еще будет много всего интересного. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!